Японцы фанаты умывания. Практически все инструкции к японским средствам для очищения кожи гласят, прежде чем нанести на лицо, необходимо взбить средство в пену. Именно поэтому на Востоке большой популярностью пользуются специальные сеточки. На них выдавливается умывалка и взбивается в пушистую пену. Затем ее уже руками наносят на лицо и тщательно массируют кожу. В результате поры очищаются, сужаются и становятся менее заметными. Приобрести незамысловатый, но полезный японский гаджет можно в интернете за 1,5-2 доллара. С вами Маргарита Воробьева и полезный дайджест о комфортной жизни в мегаполисе, красота и здоровье. Здравствуйте! Сегодня в программе медицинский прорыв. От каких болезней способны избавить роботы? А что внутри? Как работает магнитно-резонансная томография? Зубы на полке. О чем стоит знать перед постановкой имплантов? И инновации в действии. Что можно вылечить с помощью лазера? Межпозвонковая грыжа – одно из самых распространенных и сложных заболеваний позвоночника. Эта патология способна приковать человека к инвалидному креслу, а начинается всё с банальной боли в спине. Поэтому уже при первых признаках необходимо обращаться к врачам, чтобы не допустить серьёзных осложнений. Ну а тем, кому диагноз уже поставлен, следует знать. Сегодня межпозвонковые грыжи научились лечить без скальпеля хирурга. Подробности в нашем материале. Боль в спине, а не менее рук, ног, шеи, скованность движений – неприятные симптомы, часто приводящие к серьёзным осложнениям. Грыжа, протрузия позвоночника, артрозом и другим заболеваниям суставов. До сих пор при таких диагнозах назначали операцию. Разработки учёных Американского аэрокосмического агентства значительно расширили возможности врачей. На смену хирургическому вмешательству при сложных болезнях позвоночника и суставов всё чаще приходят роботизированные технологии. Роботы бережно возвращают позвоночник в анатомически верное положение. И таким образом воздействует не на следствие болезни – боль, отёк и воспаление, а на её причину – смещение позвонков. Если на снимке МРТ мы видим смещение между пятым и шестым позвонком, то машина будет работать именно с ними, не затрагивая здоровые позвонки, не подвергая нагрузке весь позвоночный столб. Вытяжение помогает значительно сократить или полностью избавиться от грыжевого выпячивания. Это хорошо видно на снимках МРТ. Пережатые прежде нервы и кровеносные сосуды освобождаются. Как результат, уходит боль, восстанавливается питание хрищевых тканей сустава и объём двигательной активности. Нормализуется давление, улучшается сон и память. И всё это без наркоза и скальпеля хирурга. Облегчение в самочувствии пациенты отмечают уже в ходе первого сеанса. Раньше была скованность, сильная скованность, особенно в ногах. А сейчас как-то это всё мягче, нету вот пастики такой. Намного лучше стало. Мы зафиксировали положительную динамику, вплоть до полного исчезновения симптоматики, более чем в 90% случаев. Спина у меня болела уже давно, особенно поясница. Боль стала очень большая и обнаружили грыжу, обещали операцию. Стал выяснять, что ещё есть, обнаружил метод безоперационного лечения. Врачи предполагают, что грыжа уйдёт полностью. Раньше такие космические технологии были представлены лишь в единичных клиниках мира. Сегодня же технология безоперационного лечения болезней суставов и позвоночника стала доступна и жителям Екатеринбурга. Чтобы сделать всего один шаг, тело человека задействует примерно 200 мышц. Это затратная работа для организма, суть в этом того, что большинство из нас делают около 10 тысяч шагов в день. Грыжа, протрузия, артроз, операция. Стоп! Впервые в Екатеринбурге роботизированные технологии НАСА для лечения позвоночника и суставов. Доктор Ост. Радость движения без закрации и без лекарств. 227-09-09. А сейчас мы предлагаем вам принять участие в конкурсе и получить приятный, а главное полезный для здоровья подарок от нашей программы. Сегодня это будет сертификат на массаж. Чтобы его получить, вам надо ответить на следующий вопрос. Какое из пяти чувств появляется самым первым при рождении у человека? Зрение, вкус, слуха, боняние или осязание? Ваши смс-ответы с пометкой «Конкурс» мы ждем на номер, который вы видите на своих экранах. Десятое смс-сообщение будет награждено сертификатом на массаж. Удачи! А мы продолжаем. Знаете ли вы, что основы имплантации зубов появились в конце 18 века, когда были открыты антисептики и специальные материалы, которые можно было внедрять в организм человека, не боясь отторжения? В те времена, наверное, нужно было обладать смелостью, чтобы решиться на такую процедуру. Сейчас дентальная имплантация является одним из наиболее динамично развивающихся направлений в стоматологии. Появляются новые методики, разрабатываются все более совершенные виды имплантов, да и сама процедура становится более высокоточной и безболезненной. Чтобы ощущать себя счастливыми, важно быть уверенными в себе, своей внешности и здоровье. Красивые и здоровые зубы – часть культуры и успешности современного человека. При выборе клиники обращайте внимание на оснащенность передовыми технологиями и оборудованием. Так, современные стоматологические клиники европейского уровня проводят лечение зубов под микроскопом. Это позволяет проводить сложные работы в труднодоступных местах, такие, например, как перелечивание каналов. Но при любом виде лечения, а также протезировании зубов важна диагностика. Наша героиня собирается поставить импланты. Важно подобрать систему имплантов наиболее точно. Делается обследование, такая как компьютерная томография, чтобы можно было подобрать систему имплантов. Разные системы имплантов имеют разные диаметры, разные длины. Благодаря имплантации можно решить проблему отсутствия одного, нескольких или даже полную потери зубов. Имплант – искусственный титановый корень, который ввинчивается в кость на место отсутствующего зуба и на который впоследствии фиксируется коронка. Современный процесс имплантации занимает в среднем 20 минут вся операция. От момента, когда пациент входит, до момента, когда пациент выходит из операционной. Процедура абсолютно безболезненная. Применяется подместная анестезия. Не страшнее лечения зубов. Установка имплантов имеет множество преимуществ. Возможность замещать отсутствующие зубы без обточки соседних зубов, обойтись без съемного протезирования даже при отсутствии большого количества зубов. А также зуб будет иметь свой корень. Хочется развеять некоторые мифы об имплантации. Я буду долго ходить без зуба. Нет, все пациенты уходят либо с временной конструкцией, либо с съемной конструкцией, либо временной конструкцией на импланте. В современной практике стоматологи советуют пациентам устанавливать имплант практически сразу же после удаления зуба. Это оптимальный вариант, хотя при необходимости хирурги-имплантологи занимаются и костной пластикой в случаях, когда кость деформирована или атрофирована. То есть есть процесс имплантации, потом идет процесс остеоинтеграции, когда имплант приживается, который в среднем следует 3-4 месяца. И после процесса остеоинтеграции проходит протезирование непосредственно, то есть надевается на имплант коронка. Большинство европейских производителей систем имплантов дают пожизненную гарантию на них. То есть в случае каких-то проблем пациенту безвозмездно заменят имплант. Знаете ли вы, что в некоторых странах красивыми считаются зубы неправильной формы? Так, например, в Японии обладательницы идеальных зубов иногда специально искривляют их, чтобы добиться так называемой улыбки аиба. В стране восходящего солнца сейчас это главный стоматологический тренд. Девушки с такими зубами считаются по-детски привлекательными и милыми. Европейский стоматологический центр – одно из первых клинических учреждений на территории Уральского федерального округа, осуществляющее лечение, протезирование и имплантацию зубов в Екатеринбурге в строгом соответствии всем европейским стандартам. Чапаева, 23, телефон 288-76-18. По статистике, в течение года 90% людей хотя бы раз испытывают головную боль, а приблизительно у 1% пациентов, попадающих в отделение интенсивной терапии, она является симптомом какого-либо заболевания. Причины этой проблемы самые разнообразные – от безобидных до представляющих опасность для жизни. Чтобы их диагностировать, иногда достаточно просто описать врачу свои болевые симптомы и пройти неврологический осмотр, но зачастую этого недостаточно. Иногда истинную причину можно обнаружить только с помощью магнитно-резонансной томографии. Что это такое, расскажем прямо сейчас. Актёр, преподаватель техники речи и человек с активной жизненной позицией Артём столкнулся с весьма распространёнными симптомами, которые, к сожалению, могут являться признаками серьёзного заболевания. В последнее время из-за своего плотного графика работы я стал чувствовать себя плохо. Появились головокружения, сонливость, плохой сон. И дошло до того, что неделю назад я упал в обморок. И, конечно же, я обратился к неврологу. И невролог направил меня на магнитно-резонансную томографию головного мозга. Действительно, сегодня для подтверждения или опровержения предварительного диагноза специалисты часто прибегают к такому современному и точному методу диагностики, как МРТ. И вот почему. МРТ позволяет получить отчётливое изображение мягких тканей, органов, суставов, помогает поставить правильный диагноз и назначить соответствующее лечение. Сама процедура не требует специальной подготовки, но так как в процессе исследования пациент подвергается воздействию мощного магнитного поля, необходимо предварительно снять все металлические элементы. Во всём мире магнитно-резонансная томография проводится на стандартных аппаратах с большим магнитом округлой формы. За время процедуры, а это обычно 15-20 минут, томограф делает более сотни точных снимков органов человека, которые необходимо исследовать. Безусловно, качественное оборудование – это важный элемент успешной диагностики, но главным звеном всегда будет врач, работающий на этом оборудовании. Бывают ситуации, в которых врач-ангенолог может затрудняться в дифференцировке тех или иных изменений, которые он получил в результате исследования. На эти случаи в Санкт-Петербурге создан консультативный центр, с которым можно связаться в онлайн-режиме, создать своего рода мини-консилиум врачебный и обсудить или иную патологию. Это позволяет врачу написать более верное заключение для пациента. Тем временем исследование на магнитно-резонансном томографе для Артёма подходит к концу, и врач-ангенолог может сделать предварительный вывод. По тем результатам, которые мы на сейчас уже получили, данных за патологию в головном мозге у него нет. Полученные в ходе МРТ-снимки лечащий врач Артёма сможет изучить на мониторе компьютера в электронном виде или ознакомиться с их распечатанной версией. Знаете ли вы, что человеческий мозг генерирует столько энергии, сколько небольшая 10-ваттная лампочка? И это происходит даже в то время, когда вы спите. В честь пятилетия успевайте сделать диагностику МРТ со скидкой 5% в Лечебно-диагностическом центре Международного института биологических систем. Ждём вас по адресам улица Байдукова, 63 и на Гражданской, 9. Врачи давно и успешно используют полезное влияние лазерного света малой мощности на различные ткани. Лазеротерапия получила широкое распространение практически во всех направлениях медицины, но до сих пор имела существенные ограничения. К глубоко расположенным тканям подобраться было непросто, и если таблетки не помогали, выписывали направление к хирургу. Не так давно итальянские учёные внедрили новую лазерную методику. Она активно применяется в лечении позвоночника, суставов, связок и мышц. Проникая вглубь тела, новый лазер оказывает оздоравливающее действие прямо в очаге патологии. При этом не травмирует окружающие ткани. Подробнее об инновационной технологии лечения опорно-двигательного аппарата расскажем прямо сейчас. Никогда прежде лечение мышц, связок, суставов и костей не было столь простым, безопасным и эффективным. Врачи научились избавлять от самых тяжёлых заболеваний опорно-двигательного аппарата при помощи света. Световые импульсы способны благотворно воздействовать на поражённые ткани, стимулируя процесс регенерации. Возможности лазеротерапии последнего поколения оказались столь значительны, что заставили иначе взглянуть на традиционный подход к лечению артритов, артрозов, межпозвонковых грыж и других заболеваний опорно-двигательного аппарата. Как бы глубоко не располагался болевой участок, высокоинтенсивный лазер достигает его благодаря действию импульсов сверхвысокой мощности. Здоровые ткани при этом остаются нетронутыми. Это важный отличительный момент от аппаратов предыдущего поколения. По мнению специалистов, с помощью хилтерапии на первой же процедуре возможно купировать острую боль, снять отёк, воспаление и способствовать скорейшему восстановлению повреждённых тканей. Данный лазер в сотни раз превосходит по мощности обычные лазеры. Но благодаря тому, что луч проникает вертикально, а импульсы краткосрочные, он не несёт риска травматизации, не вызывает ожогов в коже, мышцах и других тканях. Инновационная технология действует быстро, безопасно и интенсивно. Лазер может моментально снять боль. Достигая очага патологии, лазер запускает активный синтез здоровых клеток в повреждённых тканях и может служить альтернативой хирургическому вмешательству. У меня давно болели суставы в коленях. Приходилось пить хенеропротекторы, чтобы нарастали хрящи. Особых улучшений не было. Встал вопрос о протезировании. Узнала про лазер и решила попробовать его. Врачи дают хорошие прогнозы. И я рада, что наконец-то я избавлюсь от боли так просто, без лекарств и операций. После травмы долго не мог справиться с болью. Бывало ночами, подолгу болела рука. Не давала мне покоя. Пробовал уже и массажи, и уколы, и таблетки. Ничего не помогало. Надеюсь, что скоро смогу избавиться от обезболивающих и жить без боли. Высокоинтенсивную лазеротерапию по достоинству оценили в крупнейших клиниках мира. Теперь инновационная методика доступна и жителям Екатеринбурга. К вечеру человек становится ниже примерно на 1 сантиметр. Это происходит из-за того, что когда мы стоим, сидим или занимаемся другой повседневной деятельностью на протяжении дня, хрящи между костями постепенно сжимаются, а за ночь восстанавливаются обратно. Артрит, артроз, суставы крутят, сковывают, нет сил терпеть. Доктор Ост. Не заглушаем боль, помогаем избавиться от причины болезни. Лечим по передовым технологиям, без операций и лекарств. Доктор Ост. 227-09-09. С вами была Маргарита Воробьёва. И это всё, о чём мы успели рассказать вам на этой неделе. В следующей программе ещё больше полезных советов, которые уже готовит наша редакция. Увидимся совсем скоро. Редактор субтитров А.Сёмкин